Ветеранам Бердского отдела МВД торжественно вручили медали «100 лет российской милиции» и «Ветеран боевых действий». На мероприятии побывала съемочная группа телеканала ТВК. Вчера в Бердском отделе МВД честовали ветеранов органов внутренних дел и ветеранов боевых действий, которые много лет стояли на страже закона и охраняли общественный порядок. Сегодня у нас очень приятное, хорошее мероприятие. Здесь собрались ветераны органов внутренних дел и ветераны боевых действий. Эти люди давали присягу. И сегодня мы знаем, что слова не разошлись с делом. И очень хотелось бы, чтобы эти люди были отмечены. И они сегодня отмечены. Памятные медали, юбилейные медали «100 лет российской милиции», а ветераны боевых действий – медали «Ветеран боевых действий». Это их заслуга, это их статус. Это не только для них, это для всех нас, для всей семьи, для внуков, для детей. И мы, в общем-то, рады и гордимся тем, что у нас есть такие люди, и у нас есть возможность отметить их. На сегодняшний день почётные награды получили 30 ветеранов органов внутренних дел и 15 ветеранов боевых действий. Сергей Тицкий пришёл в патрульно-постовую службу Бердска в 1986 году, где получил огромный опыт. Потом много лет служил в ОМОНе и в СОБРе. Своих сослуживцев вспоминает часто и только тёплыми словами. «Коллектив был дружный, сплочённый. Когда кто-то где-то в беду попадал, на выручку бросались всем взводом. Очень приятно посмотреть на ветеранов, что, слава богу, живы. Старички бодрячком прям. Очень приятно. Приятно, что Родина не забывает. Ветеранам в первую очередь здоровья, бодрости духа, ну и всех благ». В Совете ветеранов МВД Бердска состоит более 60 человек. И каждый из них – настоящий профессионал своего дела. Пример для действующих сотрудников полиции. «У вас много, скажем так, опыта, много жизненных знаний. Поэтому от действующих сотрудников полиции не забывайте, приходите. Ваши знания всегда нам пригодятся. То есть это как бы от всего личного состава, от дела. Спасибо вам, что вы есть. Поздравляю». Несмотря на то, что ветераны МВД уже давно на заслуженном отдыхе, они продолжают служить закону и народу. И делятся с молодым поколением накопленным опытом – профессиональным и жизненным.